Богатая жизнь скромного чиновника, отдых в фешенебельных отелях, авиаперелеты в десятки городов Европы, замначальника следственного управления нацполиции Дмитрий Бут на отдыхе не экономит, не жалеет полицейский денег и на досуг своей семьи, и на образование своих детей, а вот наши журналисты не жалеют времени и продолжают свое расследование. Рейдерство, вымогательство денег, фальсификация уголовных дел с целью отжима бизнеса. За три года в кресле замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрий Бут выстроил целый коррупционный конвейер по поставке миллионов долларов для верхушки МВД. Наши источники говорят, в конце этого лета Бут с подчиненными под угрозой уголовного преследования скачали с фермера 100 тысяч долларов США. Эта же схема сработала и с несколькими предпринимателями в Винницкой, Херсонской областях и Мариуполе. Сначала полицейские прессуют бизнес, затем предлагают крышу. В итоге Бут имеет 4%, его коллеги 2% от общей прибыли фирмы. В этих процентах получаются миллионы долларов. А спать спокойно замначальнику главного следственного управления МВД помогают небескорыстные друзья в НАПК и СБУ. Пока помогают. У нас же в основном команду ФАС дают относительно только тех людей, которые выпали из обоймы или же чем-то провинились. Или же если есть необходимость расчистить нишу, которую занимает этот политик для другого человека. Вот эти две квартиры в самом дорогом жилищном комплексе страны площадью более 200 квадратных метров, подземные гаражи, трилюксовых авто и дом под Киевом на 360 квадратных метров стоимостью более 2 миллионов долларов Дмитрий Бут смог купить за три года при официальной зарплате в 226 тысяч гривен в год. Но все это, нажитое непосильным трудом в схемах, в декларации отсутствует. Так же, как и расходы на шикарные воежи за границу. Только за последний год Дмитрий Бут летал во Франкфурт, Анталию, Цюрих, Милан, Амстердам, Будапешт, Сплит, Женеву. Неделями там был. И еще вопрос. С какой целью украинский чиновник, занимающий высокий пост в МВД, в 2014 и 2015 летал в Москву и с кем встречался? Мы отправили в МВД официальный запрос с требованием предоставить график отгулов и отпусков, чтобы сопоставить их с вояжами Бута. Там молчат. Близко знающие Бута говорят, полицейский на рабочем месте бывает редко. Дольше пяти вечера не задерживается. По утрам он в фитнес-центре. В дневное время в дорогих ресторанах столицы. График супруги Бута, несмотря на то, что она с 2010-го нигде не работает, более насыщен. За последний год, кроме полетов с мужем, сама неоднократно бывала в Лондоне, Дубае, Венеции, в Риме. Из открытых реестров мы выяснили, в марте этого года супруга Бута оформилась как частный предприниматель. Вид деятельности – оптовая торговля продуктами питания. Кроме того, числится как сооснователь открытого акционерного общества «Агрокласс». Торговля молочной продукцией, яйцами, продовольственными маслами. Но и эту информацию Бут скрыл в декларации. Скрывает он и стоимость обучения своих детей. Младшая дочь учится в элитной новопечерской школе. По официальным данным, годовое обучение здесь обходится практически в не одну сотню тысяч гривен в год. А это специализированная Александрийская гимназия. Здесь учится сын чиновника. Мы позвонили туда, чтобы узнать, сколько Бут выкладывает за обучение своего сына. У нас оплата принимается в гривнах. Эта сумма делится на 11 равных частей. Ну, можно поделить при желании на 11 равных частей и оплачивать частями по 20 тысяч. Вот это же бухгалтерия более подробно может сказать. Да, 225 тысяч это год. И тот факт, что более полумиллиона гривен уходит на обучение детей замглавы ГСУ нацполиции, скрыл от общественности. Это затрата является и расходы чиновников. Но в данном случае выходит теща, там говорит, я внучку оплачиваю учебу. Не приставайте к его папе, маме, это мой личный подарок. То есть, в принципе, такая схема остается и, к сожалению, она активно применяется. Либо оплачивается с офшорных счетов, либо могут партнеры оплатить, например, за рубежом. То есть, схем в действительности оплаты масса и способов не показывать и не декларировать эти расходы в действительности тоже существует и их очень много. Старшая дочь Бута за последний год летала в Анталию, Франкфурт, Дубаи, Рим, Венецию. Последний ее перелет в столицу Великобритании – Лондон. Это фотографии из инстаграма дочери Бута недельной давности. Тут видно, это город Шербон. Дочь чиновника не только путешествует по Соединенному Королевству, она там учится. И явно не за выигранные гранты. Если это касается Швейцарии, Британии, Соединенных Штатов Америки, ну, может доходить до 100 тысяч долларов в год. Например, Гарвард, если я не ошибаюсь, Гарварде стоит 100 тысяч долларов в год. То есть приблизительно так и колеблются цены. То есть от 50 до 100 тысяч долларов в год. По материалам нашего расследования в НАПК наконец начали полную проверку декларации Дмитрия Бута. За то, чтобы изучить отчет замначальника управления Главного следственного управления нацполиции за 2016 год, проголосовали единогласно. Поддержим это решение. Решение принято одноголосно. Мы обратились к Национальному антикорупционному бюро, до НАЗК, Национального агентства сопротивления коррупции. И начать проведение, которое должно, первое, привести все нам, оприлюдненные и переданные факты, этим двум антикорупционным органам. Ну и, второе, рекомендовать или требовать от министра внутренних справ забрати Бута из этой посады и притягти ее до криминальной ответственности. Уже три года антикоррупционные органы в упор не видят коррупционную деятельность оборотня в погонах. Замглавы ГСО МВД Украины прикрывают влиятельные люди в силовых структурах. Именно им, Дмитрий Бут, конвейером поставляет миллионы долларов ежемесячно. А страна вроде воюет с коррупцией и бодро отчитывается в успехах перед западными донорами. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности, телеканал Интер.